Сахарозаменители. Как выбрать? В этом видео я разберу, как из всего многообразия сахарозаменителей выбрать подходящий для вас подсластитель. В предыдущем ролике мы рассмотрели, какие бывают сахарозаменители. Выяснили, что стоит избегать синтетических подсластителей, а именно аспартама, цикломата натрия, сахарина и сукралозы, так как они производятся химическим путем. А сейчас остановимся и детально проанализируем натуральные сахарозаменители, фруктозу, стевию, эритрит, ксилит и сорбит. Итак, основная цель сахарозаменителей – устранить недостаток сахара, сохраняя при этом сладость. Поэтому, разбирая каждый сахарозаменитель, я буду сравнивать его с сахаром. Напомню, что у сахара есть 4 основных недостатка. О них я подробно рассказывала в первом ролике из цикла про сахарозаменителей. Первый минус сахара – его высокая калорийность – 400 ккал на 100 грамм. Второй недостаток сахара – большое содержание углеводов. Точнее, сахар – это практически стопроцентный углевод. Сахар состоит из сахарозы, а сахароза распадается на фруктозу и глюкозу, когда мы ее едим. Сахар быстро повышает сахар в крови. Гликемический индекс равен 70. И последний минус сахара, на который хочу обратить внимание – это отсутствие полезных веществ в сахаре. Давайте посмотрим, какой сахарозаменитель справляется лучше со своей целью. Предлагаю начать с фруктозы. По сладости она превосходит сахар в 1,5-2 раза. Энергетическая ценность, то есть количество калорий, которые они нам дают, одинаковые. Оба они 100% углеводы. Напоминаю, что сахар на 50% состоит из фруктозы. Из-за того, что фруктоза сразу в кровь не попадает, а идет в печень, сахар в крови она поднимает медленно. Однако, при регулярном переедании замена сахара фруктозой не поможет похудеть, потому что избытки фруктозы печень преобразует в жировые клетки. Полезных веществ по фруктозе, так же как и в сахаре, нет. Подведем итоги. Фруктоза выгодно отличается от сахара низким гликемическим индексом и большей сладостью, что позволяет меньше класть фруктозы, тем самым снижая калорийность блюда. Но, повторюсь, если есть фруктозу без ограничений, то она даже быстрее, чем сахар, может привести к ожирению. Перейдем к следующему сахарозаменителю стевии. Ее можно купить в виде сушеных листьев, они в 4 раза слаще сахара. Их удобно добавлять в чай, но, честно сказать, лучше приучить себя пить несладкий чай или кофе. Еще стевия продается в виде жидкого экстракта. По сладости около 5 капель стевии сопоставимы с одной чайной ложкой сахара. И есть еще порошок стевиозид. Он слаще сахара в 200-250 раз. Стевия в организме не усваивается и полностью из него выводится, поэтому стевия не насыщает и калорийность у нее нулевая. Ни белков, ни жиров, ни углеводов в стевии нет и сахар в крови она не поднимает. Полезных веществ в свежей траве стевия много, но после обработки практически все исчезают. Однако сохраняется полезный пребиотик инулин, который помогает нашей пищеварительной системе. Итак, стевия выигрывает у сахара по всем показателям, придавая сладость блюдам и практически никак не влияя на наш организм. Но у нее есть особый привкус, который не всем нравится. Да и цены на нее кусаются. Дальше предлагаю разобраться, насколько эритрит способен заменить сахар. Он менее сладкий, чем сахар, поэтому в блюда его надо добавлять больше. Эритрит, как и стевия, не усваивается нашим организмом, поэтому обладает нулевой калорийностью. Он не является углеводом и сахар в крови не поднимает. Но и витаминов или других полезных веществ в эритрите нет. Таким образом, эритрит всем хорош, кроме сладости. Чтобы устранить эту проблему, производители придумали смешивать эритрит и стевию, добиваясь нужной сладости. Приятным бонусом у смеси является практически полное отсутствие привкуса стевии, так как ее нужно совсем чуть-чуть. Покупая смесь сахарозаменителей обязательно читайте состав. Красивые надписи на упаковке не всегда совпадают с реальным составом. Иногда к натуральным сахарозаменителям добавляют синтетические подсластители. Для себя и своей семьи я выбрала именно эти сахарозаменители. Стевию и смесь эритрита и стевий. Хочу поделиться с вами своим опытом использования этих сахарозаменителей. Если взбить сыр рикотта со стевиазидом, получится отличный крем с большим содержанием белка и минимум жиров и углеводов. Муссы, мороженое на кефире или йогурте получаются сладкими, но не калорийными. Если есть большое количество фруктов, можно приготовить домашний мармелад или варенье. Стевия, кстати, является консервантом. В блинах и панкейках сахар можно заменить на стевию, а белую пшеничную муку на овсяную или цельнозерновую и получится сытный завтрак. Предлагайте детям правильный молочный коктейль со свежими или замороженными ягодами, заменив сахар стевией. В хлеб часто добавляют сахар для вкуса, стевия его спокойно заменяет. Печенье, пискотти, домашние конфеты можно готовить на стевии. Но есть блюда, которые мне так и не удались. Бисквит на стевии ни разу не пропекся. Бизе и меренги превращаются в сладкие плоские блинчики. Вкусно, но, к сожалению, некрасиво. Самая большая проблема со стевией для меня – подобрать нужную дозу. Стевиозид слаще сахара в 200-250 раз. А значит, его надо совсем мало, и всего пара лишних грамм может испортить блюдо. Еще у стевии есть привкус, который не всем нравится. Я же его не замечаю. Около года назад я узнала об эритрите и нашла на полках магазинов смесь эритрита и стевии, сопоставимую по сладости с сахаром один к одному. Этот продукт открыл для меня новые возможности в выпечке без сахара. Дозу сахарозаменителя стало проще подбирать. Бисквиты пропекаются, правда, получаются чуть суше, чем обычный бисквит, но если его пропитать соком ягод и смазать кремом, в моем случае тоже без сахара, от обычного десерта не отличить. На смеси эритрита и стевии я пеку рогалики с яблоками, готовлю творожную запеканку, блины, печенье, муссы и мороженое. Все, что вы видите на экране, было приготовлено без сахара. Своими рецептами я делюсь на канале Мотивация, спорт и правильное питание дома. Давайте вернемся еще к одному сахарозаменителю, ксилиту. Он такой же сладкий, как и сахар. Вкус у него нейтральный, но калорийность у ксилита почти такая же высокая, как у сахара. Ксилит является углеводом, однако он очень долго усваивается и медленно поднимает сахар в крови. Полезных веществ ксилите нет. Итак, ксилит позволяет избежать резких скачков сахара в крови, а значит насыщает на более длительное время, чем сахар. Но калорийность его высока. Также он противопоказан людям с проблемами с желудком, а еще ксилит обладает слабительным эффектом, поэтому есть его можно в строго ограниченных количествах. Еще один натуральный сахарозаменитель сорбит, менее сладкий, чем сахар, чуть менее калорийный, является углеводом. Однако он медленно усваивается и медленно повышает сахар в крови. Полезных веществ и витаминов в сорбите, как и в сахаре нет. Поэтому основным преимуществом сорбиты является его низкий гликемический индекс. Порадую вас еще одним приятным бонусом всех рассмотренных сахарозаменителей. Они не вредят нашим зубам. А ксилит и сорбит укрепляют зубную эмаль. Помните рекламу жвачки с ксилитом и карбамидом? Но будьте осторожны, в большом количестве любые из этих сахарозаменителей, как и передание любых продуктов, могут привести к проблемам со здоровьем. Учитесь пить чай и кофе без сахара или сахарозаменителей и есть сладкие продукты не чаще двух раз в день. А в следующем завершающем видео я расскажу вам о других натуральных сахарозаменителях. Речь пойдет о меде, кленовом сиропе, кокосовом сахаре, сиропе агавы, сиропе топинамбура, тростниковом сахаре и финиковом сиропе.